Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает в Транссибирском магистрале. Построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги SkyWay, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Побольше у нас становится народу, даже днем, хотя многим я соглашусь удобнее вечером. Но сейчас у нас прошел целый цикл телемостов для наших иностранных коллег. И я хотел бы сделать анонс, друзья, потому что это действительно очень важно. Вчера также у нас прошел первый в этом году, хочу подчеркнуть, в 21.00 по Москве, то есть по челябинскому времени это вообще уже фактически один из часов закончился у нас уже где-то через полтора часа. То есть действительно по этой же причине мы жертвуем некоторыми вечерними вебинарами, потому что проходят другие также необходимые абсолютно мероприятия. И вот, пожалуйста, анонс, друзья, потому что потом мне не будет возможности скопировать. Скачайте, скопируйте, обязательно приглашайте партнеров, коллег с Африки, с Вьетнама, с Индонезии, с Франции, соответственно, на эти текущие даты. 2018 год у нас будет именно такой подагидой максимальной оптимизации и направление действительно на ускорение финансирования. Каждый затраченный цент, так скажем, на мероприятие, на конференции, он должен монетизироваться в 10-20 раз больше. Поэтому мы сейчас выбираем даже вот такой способ именно удаленного взаимодействия с аудиторией и подготовки для очень масштабных конференций и для того, чтобы уже выявить лидеров из тех стран, в которых мы представлены, ну, может быть, пока что не сильно крупно. То есть я не считаю, что страна открыта, если там даже до 100 человек. Это абсолютно неправильное осуждение, что да, там присутствуют инвесторы, да, там что-то развивается, но какого-то движения нет. Вчера мы всех экспертов, всех топ-экспертов ориентировали на то, что нужно все-таки фокусироваться на первоочередной задаче лидера движения Skyway, не побоюсь этого слова, тот, кто ведет за собой массы под знаменем, флагом Skyway и сосредотачиваться именно на популяризации технологии, на увеличении потока инвестиций, а не занятий всякими мифическими адресными проектами, потому что, как показывает практика, все-таки лучше всех. И единственный результат, такой вот именно реальный, показывают представители головной компании. Потому что мы помним все, друзья, что отдел Кирилла Бадулина, это было всего лишь несколько человек, Кирилл и еще девушка, раньше были они вообще вдвоем, а сейчас этот целый департамент занимается адресными проектами. Скоро выйдет смонтированный ролик, и вы сможете погрузиться в атмосферу, прослушать выступления Кирилла Бадулина по поводу именно Таиландского коридора. Это было темой его выступлений, нашей поездки, проработки почвы для будущих адресных проектов. И я был просто удивлен. Кирилл не раскрывает, естественно, никакой конфиденциальной информации. Поделился тем, что хотя бы можно говорить. И я так сложил это в голове, просто колоссальный объем работы сейчас проделывается. И в недавнем времени вы видели приезд Рода Хука. Не прошло и года, как говорится. Но да, друзья, если задуматься, 11 месяцев, уже примерно чуть больше 11 месяцев даже ведется работа. Это в жестких условиях регуляции происходит работа именно транспортными депутатами, будущими различными чиновнищами и станциями. И Род Хук действительно пробивает локтями, как уже представитель и именно ключевой игрок Skyway Австралии. Это именно была ему дана прерогатива, потому что он стал пионером создания адресных проектов непосредственно на территории отдаленных стран. И ему там был некий эксклюзив. Сейчас никакого эксклюзива, друзья, ни у кого нет и не может быть. И знали бы вы, как проводит переговор Анатолий Двардыч, то есть с некоторыми командами просто происходит прощание буквально через 30 минут, если есть понимание, что остается именно пробел в наличии сильной команды в этом регионе и быстро находится следующая команда. То есть это действительно марафон сейчас, который мы бежим с вами, как краудинвестинговая система, как сеть, не побоюсь этого слова, и не стесняясь этого слова, друзья, из людей на основе партнерской программы. И мы продвигаем действительно очень серьезный и великий продукт, наверное, для всего человечества. Я искренне рекомендую, друзья, вам всем ознакомиться. И те, кто не следят за новостями, обязательно посмотрите крайнюю статью, где раскрывает Анатолий Двардыч именно видение, концепцию. Ну, наверное, это для меня тоже одна из самых интересных тем перед ОТС, общепланетное транспортное средство. Это именно видение и концепция умных линейных городов, в которых даже лифт становится не вертикальным, а горизонтальным. И в каждый квадратный метр жилья включена эта транспортная услуга, когда человек действительно сможет не больше пяти минут тратить, чтобы перемещаться с одной станции на другую. Также у нас будут, так называемым, мы их называем Сергеем Анатольевичем транспортные конвертеры, когда меняется именно скорость и применение транспорта Skyway-подов, как их называют иностранцы транспортных модулей, как именуем их мы, русские. И, соответственно, вы можете пересесть на 500-600 км в час, либо ехать на своем юнибайке, либо в абсолютном комфорте, без давки, ехать на юнибусе. И, соответственно, либо дискомфорт, долгой поездки, ну, чего не скажешь о многих странах, где удалось побывать. И также вот в Таиланде мы с Кириллом Бадулиным испытали, наверное, все виды транспорта Бангкока. И я был поражен. Ну, и действительно, как бы тут тоже речь идет об оптимизации расходов. По тому, что во многих странах, городах, регионах невыгодно дорогостояще строить метро. Ну, если говорить про Арабские Эмираты, там, конечно, шикарное метро. И когда, наконец-то, выйдет мой видеоблог именно по всем перемещениям, командировкам, там, и так далее, и туристическим поездкам, когда выдаются свободные дни, в основном, этот Новый год, и так далее, освещаю. И, друзья, действительно, вот Бангкок, люди перемещаются по реке, то есть пробки там на реке. И час пик тоже на реке. И если говорить про транспорт именно метро, надземного метро, то там, действительно, как бы такая давка в час пик, и люди в абсолютном дискомфорте перемещаются. С применением технологии Skyway такого, друзья, никогда не будет. Это небольшая такая прелюдия перед вебинаром, я бы сказал, потому что, естественно, у нас присутствуют новички, мы сейчас уже не проводим даже опыта, что присутствуют новички. Те, кто новички, поставьте знак плюсик, потому что вот мы даже в логике проведения телемостов решили делать таким образом, что все-таки нужно перед телемостом делать на том языке, на котором мы проводим, уже именно презентацию для новичков. Будут сформированы достаточно мощные маркетинговые материалы в этом году. Именно мы, как члены правления Skyway Capital над этим проработаем, чтобы совместно с лидерами, совместно с кураторами регионов, чтобы именно популяризация и применимость технологии Skyway была конкретному региону, потому что в этом году это уже абсолютно логично делать и создавать. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте перейдем к новостям. Про Рода Хука я вам сообщил, то есть через 8-9 недель планируется приезд повторной делегации уже с мэри, с Родом, и они привезут достаточно много партнеров, они проводят огромное количество встреч с потенциальными заказчиками, и некоторых останавливает то, что все-таки Республика Беларусь далеко находятся, нужно полмира пролететь, но те, кто хотят увидеть это вживую, не на видео, хотят задать вопросы лично Анатолию Эдуардовичу, лично топ-менеджменту основному головной компании, лично Надежде Геннадьевне Косаревой, то приедут и получат на все свои вопросы достойные и качественные ответы. Я думаю, что уедут они с конкретным осознанием, что делать и когда будут реализованы уже адресные проекты. То, что касается Индии, мы все с вами помним, друзья, что погромная работа была проделана Мадиной Тул, то есть замечательная, хрупкая, но очень пробивная девушка. И это действительно просто супер работа. И я помню тот момент, когда Мадина появилась, то есть она появилась с одной командой, потом некоторые участники этой команды, наверное, как-то не нашли взаимопонимания с головной компанией, с Андреем Эдуардовичем Юницким, потому что все-таки идеологическая подоплека тут должна чувствоваться во всем. И Мадина показала себя как раз-таки в работе. Ну и, соответственно, были заключены очень серьезные контракты. То есть территория Индии, это действительно такая вот первая страна, с которой подписаны конкретные соглашения. То есть это штат Махараштра по проекте по перевозке руды, также Спартома создание инновационной системы для транспортировки контейнеров. Это наше направление, которое Анатолий Эдуардович создал. И нет в мире такого перемещения подобного контейнеров, как это будет делать Юниконт. И для Юниконта разрабатывается, кстати, специальный вид, специальный вариант мотор-колеса, который уже 35 кВт будет выдавать для скоростной, снова транспорт разрабатывается, еще более мощное по производительности и выработке энергии мотор-колесо. Это уже более 60 кВт в час. И, друзья, на этом, я думаю, что инновации внутри инновационной компании не остановятся. И помимо того, что был уже на базе зао-струнной технологии, был создан умный, так скажем, инновационный бетон, просто по критериям существующие показатели не подходили и пришлось создать новое. Было доработано мотор-колесо, и в 19 веке еще придумана концепция мотор-колеса была. То есть, все, что существует сейчас лучше в транспортной инфраструктуре, и... соответственно, дорабатывается, улучшается, если это необходимо, друзья. То есть, я этого не вижу ни в одной корпорации, я вам сказал. И я могу даже более того сообщить такие новости. Они действительно и удивляют, и в некотором плане даже несколько вызывают улыбку. Посмотрите, что, например, позиционирует наш с вами всеми любимый и часто упоминаемый Илон Маск по поводу строительства туннелей. То есть, строительством туннелей он хочет добиться оптимизации логистики по проблеме нехватки запчастей именно вот в разных частях города. И для этого он сейчас вот говорит, что решил проложить между заводами туннель. Уже я не говорю про тот факт, что это достаточно дорогостоящее содержание подобного решения. То есть, вы знаете, каким образом поддерживается инфраструктура метро. И во многих городах происходят обвалы почвенного грунта, обвалы асфальта, бетонного покрытия. И это нарушает действительно экосистему городов и вредит, более того, я бы сказал, жителям городов. А Илон Маск использует это в качестве оптимизации для логистики. И опять же, то решение виртуозное, гениальное и действительно как бы легкое, простое в реализации. Можно много еще эпитетов подбирать. Это действительно Sky Service. То есть, то, что Анатолий Эдуардович задумал и планирует реализовать. Мы, соответственно, на одном из вебинаров маркетинговую концепцию, что это необходимо, предоставили, что хорошо было это сделать. Но Анатолий Эдуардович вспомнил из многочисленных изобретений и быстро реализовал концепцию, действительно, как это применить на существующую путевую структуру Skyway. Это Sky Service. Вот это, друзья, я могу сказать, действительно оптимизация логистики. И этим будет пользоваться, наверное, каждый уважающий в будущем себя крупный завод. Сервисная линия на технологии Skyway будет крупным производом комплексов и опасных для экологии, опасных для зрителей города. Можно поможет перемещать и инструменты, и какие-то, допустим, до 100 килограмм в автоматизированных ящиках перемещать различные грузы. И также это будет и сервисной линии бытовой, друзья. То есть это то, что мы говорили неоднократно и позиционируем это, что необходимо реализовывать на концепции соприкосновения с технологией существующей, опять же, как и существуют различные виды материалов, как существуют различные инженерные решения, законы физики. Также существует технология блокчейн. И вот одно из направлений SkyService, которое нужно использовать, на наш взгляд, Сергею Анатольевичем, в синхронизации именно инженерной инновационной технологии с блокчейн, IT и цифровой технологии. И какой это будет рынок, и сколько будет этим пользоваться и производственных предприятий, и офисов, и ПТУ берет, и складские помещения, друзья. Вообще, в принципе, затраты на логистику, они, наверное, уйдут в прошлое на содержание товаров и так далее. Потому что все будет производиться для того, чтобы сразу отправиться к потребителю. И сейчас эту проблему никто не может решить. Ни доставка дронами. Вы знаете, так вот немножко отвлекусь. Меня порадовала очень история. Вымышленная, естественно, наверное, история. Но все же показывающая сегодняшняя. Девушка забыла ключи дома. И, соответственно, звонит молодому человеку. Спрашивает, что не мог бы ты я уже на остановке, в трамвае мне дать ключи, потому что я опаздываю на работу. На что проследовал ответ нет. Но есть другое предложение. И девушка такая восторжена. Вау, правда? Ну, давай. И каково было удивление бабушек, когда девушка высовывается наполовину из трамвая и, соответственно, подлетает дрон с привязанной изолентой. Ну, это российская именно. На российский манер такая история. И девушка забирает ключи. Так вот, друзья, вся транспортировка, вот мелкая, бытовая, сервисная, какие-то не тяжелые составляющие внутри производственных помещений и именно целых комплексов, она будет осуществляться, на наш взгляд, с помощью Sky Service. Никаких дронов, никаких подобий фуникулера, в которых, опять же, пытаются реализовать Sky Service, их, скорее всего, не будет. И этот рынок, который невозможно сейчас оценить, но я думаю, что, может быть, через год, может быть, через полтора-два такие компании, как Ernst Young, Pricewaterhouse, будут оценивать уже эти составляющие. Это действительно инновация логистики. Это действительно оптимизация, друзья. И это все реализовано в логике единой транспортного и информационно-энергетической сети SkyWay, которая сформирует именно на базе платформы Transnet сеть нового поколения, следующую за интернет. И, друзья, это действительно вот то, о чем стоит говорить таким изданием высокотехнологичным, как вот вы видите, пример статьи, а не все-таки о том, что оптимизация логистики происходит с помощью тоннелей Маска, как он позиционирует. Ну, кто мне сбросил эту статью, он был крайне удивлен. Я тоже посмотрел, проанализировал. И вот поэтому в видении это просто необходимо вам донести. Все-таки, насколько глубоко мыслит Анатолий Эдуардович во всех аспектах. От умных городов до именно вот такого сервисного, как технологичного направления, так и бытового. Потому что и яблочки, и продукты можно будет получать, причем не накачанные пестицидами и так далее. Вы будете знать с помощью технологии блокчейн, каким фермерам это яблоко выращено. В логике линейного города вы будете уверены, что это именно в рамках линейного города все к вам пришло с должными сертификатами качества и так далее. То есть проблем тут со здоровьем, я думаю, никаких не будет, потому что будет только экологически чистый продукт, который более того создан, выращен, построен только для вас и чисто для вас. Для многих сейчас это звучит как фантастика, но, друзья, видят те темпы развития технологии Skyway, для меня это не фантастика. Для меня отдаленная реальность – это ОТС. И я думаю, что на одном из вебинаров мы остановимся поглубже на научной составляющей ОТС, потому что эту тему сейчас нужно развивать, необходимо крайне развивать, друзья, потому что интеллектуальная собственность, мы на каждом вебинаре будем это повторять, уже оценена. И можно сказать, что строительство ОТС началось еще несколько лет назад, потому что в своих инженерных расчетах, и когда я был на встрече именно в Крыму с Анатолием Эдуардовым, он даже во время своего отдыха чертил и, собственно, реализовывал модель ОТС. То есть каждая свободная минута направляется на, наверное, главную цель Анатолия Эдуардовича и, соответственно, нас всех с вами, кто поддерживает проект Skyway, реализацию общепланетарного транспортного средства. И вот это, друзья, это отдаленное будущее, но я бы не сказал, что это невозможно, потому что понятна нужная карта, понятны конкретные шаги, каким образом... Так, друзья, пишут что-то со звуком. Напишите, пожалуйста, что хорошо все со звуком или все-таки есть прерывания. Да, звук хороший. Ну, друзья, потом послушайте в записи. И это действительно будущая мировая капитализация экономики, вообще вот всей Земли, потому что то, что, опять же, произошли запуски Falcon Heavy, и 100 таких Falcon'ов будет запущено, а посмотрим, что будет с озоновым слоем Земли. Но, друзья, это еще не все. Еще одну концепцию. Я очень люблю инновационные тренды, особенно которые сейчас связаны с тем, что мы развиваем, с тем, что мы делаем. И тот, кто понимает по-английски, прочитает. Это статья от 3 февраля, но я думаю, что она не устареет еще долгое время. В общем, блокчейн-проект Quantum, это успешный блокчейн-проект, хвалится тем, что они запустили первую в мире ноду в космос. То есть, для того, чтобы понять, что такое нода, я хотел бы объяснить, что это любой компьютер, подключенный к блокчейн-сети. То есть, ноды децентрализованной сети, распределенной, именуемой блокчейн, контактируют посредством различных протоколов и хранят данные обо всех блоках, транзакциях. То есть, всю информацию, каждая нода хранит части, и, соответственно, это все образует такое мощное поле и формирует именно такие основы системы блокчейн, которые мы планируем применять, в том числе, технологии SkyWay, с визионерства и с предположения Анатолия Эдуардовича Юницкого еще в 89-м году для реализации программы Экомир. А Экомир как раз-таки это запуск общепланетарного транспортного средства непосредственно уже в ближний космос и реализация. Так вот, компания блокчейн-стартап, успешный блокчейн-стартап, повторюсь, они запускают ракету с нодой. Вот представьте, что запускает Илон Маск еще с рядом интересных людей. Я познакомился на выставке в Таиланде и они были поражены. Причем, как они там появились, для меня до сих пор это загадка, потому что их выступление не планировалось. То есть, это совпадение для SkyWay, я так называю. Но ничего случайного не бывает. И, естественно, мы с Кириллом поведали по решению общепланетарного транспортного средства, на что Джеймс очень сильно воодушевился и попросил сбросить материалы, как только что будет на английском языке. Сейчас мы находимся с ним в ВКонтакте. Продукт вообще его стартапа, который поддерживается именно правительством Таиланда в том числе, это космический туризм. То есть, помимо запусков спутника, помимо запусков людей и именно проведения космических экспедиций, будет осуществляться и космический туризм. То есть, я думаю, что тут 100-150 запусков в год не обойтись вообще абсолютно будет. И что будет с зоновым слоем. Это, опять же, об этом всегда говорит Анатолий Эдуардович. И это действительно решение. Решение всех проблем, которые с освоением космической индустрии сейчас стоят. Нужно построить действительно космический полигон, нужно построить такой плацдарм. И тогда, пожалуйста, пускай кто угодно подправляет уже, кстати, с меньшими намного затратами, потому что с этого, с этой площадки можно будет отправлять и в дальние, дальние, далее, так скажем, и просторы космоса, и на Марс отправить, допустим, корабль с людьми нетрадиционной информации, ориентации, как шутят. Именно вот И Анатолий Эдуардович лично уважает эту шутку, потому что побособить людей, они будут десятки тысяч лет лететь, ну, естественно, как бы это такая вот с черным юмором шутка, но имеет определенный смысл. И вот это действительно решение, общепланетарное транспортное средство. И мое предвидение, мой прогноз личный, как бы я в Фейсбуке это опубликовал, кто желает может сохранить и Алексей не реализовался прогноз и так далее, что вот индустрию блокчейна как раз таки непосредственно в ближнем космосе и запуск того количества нот, которое необходимо для того, чтобы сформировать блокчейн-инфраструктуру в ближнем космосе, это сможет реализовать только общепланетарное транспортное средство. Явно не ракетами нужно, друзья, запускать подобные вещи, потому что озоновый слой это действительно тонкий лед, по которому мы все с вами идем. И не дай бог провалиться, потому что климатические изменения, они касаются уже всех, и они необратимо коснутся всех, и не помогут такие нововведения, опять же, на ресурсах головной кампании вы можете это увидеть, как покрашивать, вот кто-то подумает, что это же вообще нелогично, окрашивать темный асфальт в белый цвет, окрашивать крыши домов в белый цвет, чтобы температуру в городах повышать на 5 градусов, ну, то есть это просто не имеет смысла. Нужно задумываться над большими проблемами, друзья. и кто-то будет считать это фантастикой, друзья, но реализуя фантастику, сейчас уже действительно как бы в Skyway строится и реализуется непосредственно уже на территории таких стран, как Индия. Я называю реализацией, это начало предпроектных работ, это начало подготовки предпроектной документации, это получение траншей, то есть это сугубо предположение, что это планируется и это будет реализовано, и об этом вы узнаете только из ресурсов головной компании, поэтому мы имеем право говорить о такой, я бы сказал, действительно как бы фантастику. И, друзья, действительно, новостей по конкретике адресных проектов, их будет на наших вебинарах все меньше. Но конкретика для того, чтобы понимать, насколько ценно вот это предложение, которое я сейчас дам вам по именно то, что касается дисконту 1 к 600, это очень важный нюанс, и 1 марта эта возможность исчезнет. Друзья, пожалуйста, тоже познакомьтесь, скопируйте, я не буду это освещать, но действительно, вот с марта 2018 года все неактивные рассрочки с дисконтом 1 к 600 будут аннулированы. Кто не успел, тот опоздал. Я называю термином buy the dip, то есть покупай, когда дешево, и покупай действительно на падение, но у нас нет никакого падения, как у токенов в блокчейне, у нас сейчас ровный такой прогресс роста. Да, сейчас акции Skyway не имеют рыночной стоимости, но я могу сказать, кто-то мне пишет, что блокчейн направление более серьезной капитализации и так далее, а вы подумайте вообще, имеют ли ценность те стартапы, которые не реализовали программный продукт, на который они заявляются. Да, можно сделать на спекуляции, и я рад и счастлив, что таким путем не идет и не развивается проект Skyway, потому что лучше пусть будет стремительное сжатие вот так вот, я бы сказал, пружины, чтобы потом просто она отпустилась, и реализованы первые адресные проекты, и целая сеть адресов запланирована, то есть даже Родхук сейчас жалуется, что Анатолий Эдуардович действительно необходим и хотят его очень видеть в Австралии. Но у Родда Хук была возможность, когда на то больше времени было у Анатолия Эдуардовича, сейчас Анатолий Эдуардович лично посещает те страны Индия, Индонезия и другие как бы отдаленные страны, где конкретные команды конкретно прорабатывают почву уже по подготовленным адресным проектам и естественно тут складывается приоритет. Но у нас друзья складывается приоритет уже и по инвестициям. То есть я лично уже давно не общаюсь долго с людьми, которые хотят инвестировать менее долларов в проект еще лучше 2-5 100 тысяч долларов инвестиций в проект это тоже никого не удивишь абсолютно. И сейчас у нас тот этап, когда действительно финансовые структуры мирового значения, я бы сказал, если может быть не мирового значения, то как минимум ближнего зарубежья и действительно российского масштаба. я говорю про РБК Мани, которые с Женей Кудряшовым техническим директором и председателем правления Skyway Capital посетили зао струнные технологии для того, чтобы убедиться, потому что друзья, все-таки стоит признать, что антураж и подачу материала в социальных сетях, в социальных медиа мы делаем так, как умеем, и поэтому многие думают, что мы еще что-то там строим, собираем, только инвестиции в Экотехнопарке еще особо ничего не построено, компьютерная графика и так далее, но это вопрос позиционирования. В этом году мы тоже, друзья, это будем решать. В прошлом году эта вся история закрутилась, я считаю, с мощного тренинга Александра Воловика, поставьте плюсики, кто был, кстати, на этом тренинге, я лично не смог быть, я буквально на несколько дней только приехал на выставку и на конференции в конце декабря не присутствовал, но вот Александр как раз начал рассказывать, каким образом так вот массировано позиционироваться в социальных сетях правильно. и каково было удивление представителей РБК МАНИ, когда они все увидели, что сейчас происходит на Экотехнопарке. А что конкретно происходит? Друзья, вы кто-то будете говорить, что нет новостей по строительству, а ничего то, что строится разворотный участок грузовой транспортной системы Skyway. и это такой вот серьезный дорогостоящий, отнимающий в первую очередь дорогостоящий, так как отнимающий огромное количество трудозатрат человека часов. Это самое ценное сейчас в проекте Skyway. И еще на момент выхода новости 8 февраля друзья, посмотрите видео тоже, не поленитесь, уже более 50-60% было смонтировано непосредственно поворотного разворотного участка грузовой системы. Да, погрузочно-разгрузочный модуль, это, соответственно, инвестиции уже более серьезные, и так как идет максимальная оптимизация, то заказчикам будут показаны именно наши юнитраки, юникары, и в будущем также будут показаны, ну не на этой трассе, естественно, это уже юниконты, и кто-то будет говорить, почему все юни, а потому что унифицировано, потому что, не потому что юнитский, друзья, Анатолию Эдуардовичу просто повезло, и всем нам с вами повезло, на самом деле, это не просто везение, это, наверное, судьба и предназначение Анатолия Эдуардовича, что такая фамилия, фамилия, объединяющая небо, фамилия, объединяющая технологии, фамилия, объединяющая инженерные решения, и таким образом, действительно, формируется та технология, которая отпочковалась, цитирую, действительно, как бы, как Анатолий Эдуардович говорит, произносит, от общепланетарного транспортного средства, потому что, все-таки, нужно решить, прежде чем выходить в космос, представьте, вот, если бы даже все государства сейчас бы договорились, общепланетное транспортное средство, хорошо строим, к примеру, прошло 10 лет, и запуска общепланетарного транспортного средства, а на земле все та же плачевная ситуация, когда более территории Великобритании погребены под асфальтом, где пагубно, действительно, сейчас загрязняется воздух, окружающая среда, где не восстанавливаются и облагораживаются почвы, где скоро можно будет забыть о таких словах, как гумус в Арабских Эмиратах, в пустынях, на Канарах и так далее, где именно совершенно другой климат по сравнению, допустим, с Россией. Вот тогда бы все задали вопрос, а зачем вы запустили в космос, если вы еще на земле проблемы? Это к тем ребятам и девушкам, и женщинам, и мужчинам, которые задают вопрос, а зачем вы рассказываете про ОТС? Друзья, потому что это дорожная карта, потому что это дорожная карта, которой нет ни на одной корпорации мира, то есть это действительно стратегическая карта на 5, 10, 15 и 20 лет вперед. И, естественно, друзья, мы на вебинарах не будем транслировать и как-то пересказывать те новости, которые и так есть на официальных ресурсах, потому что все их могут абсолютно прочитать, друзья. И поэтому несколько другие вещи будут посвящаться. Да, Skyway был презентован в Таиланде, и именно в том числе на таких небольших эксклюзивных камерных выставках происходят контакты, и помимо больших и масштабных выставок, как было на территории Индии, Индонезии. И, да, кстати, я не включил сегодня, возможно, права по Андрея, но, друзья, так даже интереснее. Я тролли люблю, то есть они меня абсолютно не смущают. И те, кто сейчас вот говорит некий негатив, ну, наверное, просто не понимает, насколько быстро развивается проект Skyway, что обращает внимание даже очень мощные платежные операторы, как РБК Мани. И вот не договорил про РБК Мани, потому что это действительно очень мощная новость для всех, наверное, стран, которые присутствуют в развитии проекта Skyway, так как топ-менеджмент РБК Мани сказали, пообещали, что будут подключены максимальное количество платежных систем, платежных средств, которые сейчас у них имеются по всему миру. То есть это то, что, можно сказать, не будет никаких проблем в будущем с увеличением потоков, что мы как-то забуксуем из сложной именно вот самой платежной системы, что высокие комиссии, что долго доходят средства. Нет, такого не будет. И с этим же мы готовим тот инструмент, о котором рассказали ранее вам. И сейчас на публичных вебинарах мы не будем больше освещать этот инструмент, это то, что готовится целая блокчейн платформа для взаимодействия и синхронизации с технологией Skyway. И формирование именно уже такого пространства Transnet, которое будет являться именно единым транспортным и информационным, и сервисным, и бытовым, и много что еще берет себя это пространство след за интернет. Ну и соответственно мы не можем это сейчас направление не замечать. На телемосте я говорил о том, какие причины, из-за чего мы публично вынесли это направление, потому что я могу сказать, что это планировалось быть именно секретной разработкой, но так как Skyway всегда развивается в таких агрессивных условиях, и вы помните, что до первого июля до экофеста нас пытались скамить мошенники, и причем это была целая плеяда, друг за другом шли команды, которые хотели собрать инвестиции на фейковом размещении токена, но естественно это было пресечено, первые разы я лично там общался с теми, которые это готовили, были угрозы и так далее, потом уже соответственно после экофеста была такая попытка, то есть запустив публичный анонс о платформе, таким образом мы избавились от потенциальных мошенников, потому что сейчас через мощное поле информационное именно наших вебинаров понимают люди и те, кто не сообщества Skyway, что запускается некая блокчейн платформа для технологии Skyway, станет намного сложнее сейчас что-то готовить и портить репутацию, во-вторых, мы поняли, что и тоже ко мне и к Виктору Бабурину обращались много команд, которые говорили, что давайте проведем размещение токена на ERC20, то есть на эфировской сети, это самое простое, то есть эту задачу вообще по подготовке именно решения смарт-контракта P-Fira разработчики, которые сейчас работают над созданием платформы решили примерно за час лишним. И это был бы наверное первый и последний сбор инвестиций, потому что нужно это делать сразу сложной архитектурой и на высшем уровне с огромной компетенцией разработчиков и команды и программистов. Тем самым вынеся на публичный обзор это направление мы убили второго зайца, избавившись от некомпетентных адвайсеров и тех людей, которые на репутации Skyway, на репутации лично Анатолия Эдуардовича Юницкого хотят как-то заработать денег, собрать и какую-то часть, например, направить на инвестирование Экотехнопарка. Ну и самое главное, друзья, это то, что действительно это альтернативный способ для того, чтобы именно охватить тот голубой океан тех людей, которые сейчас по роду своего занятия это различные акулы, киты, которые имеют большое количество криптовалюты, купленные в самом начале развития этого направления. Ну и им просто неинтересен сейчас проект Skyway, потому что у них и так все хорошо. И никак это с блокчейн направлением не соприкасается, поэтому они просто, возможно, о нем не знают, потому что в этом векторе не смотрят абсолютно они информацию. И вот этот спектр и адвайсеров, и китов, он также будет охвачен. Ну и также я могу сказать то, что сейчас планируется оцифровывание адресных проектов. Вначале это будет один, два адресных проектов, потом покажет время, сколько это будет адресных проектов. Это ни в коем случае не все адресные проекты на блокчейн технологии, сейчас мы не можем этого говорить, покажет время, друзья. Но это решение, эту платформу готовить, не готовить нельзя. И соответственно не освещать публично это тоже было нельзя, поэтому Сергей Анатольевич и рассказал всем вам еще в начале осени, что да, готовится это решение, можете считать это таким бросом информации, заранее просчитанным, стратегическим, но сейчас действительно как бы мы говорим, что это было запланировано. и обучение по блокчейн направлению они начнутся как будут готовы, то есть через месяц, полтора, потому что спикер один квалифицированный как минимум уже готов и сейчас как бы обкатывает программу для того, чтобы всем все было понятно, но мы хотели бы все-таки, чтобы это было уже не просто курсы совмещенные с пакетом обязательств группы компании Skyway, то есть достаточно интересный будет новый пакет, но и для того, чтобы люди уже понимали суть, что делается конкретно для Skyway. Еще я могу сказать, друзья, что мы не будем ни в коем случае как-то привлекаться непосредственно в платформу от широкого круга масс, это закрытое финансирование, а вот уже в оцифрованные адресные проекты Skyway можно будет привлекать инвестиции, потому что это будет опять же в содружестве и в содействии с группой компаний Skyway непосредственно на площадке Skyway Capital в личном кабинете это можно будет реализовывать. То есть и в этом плане наши с вами структуры смогут двигаться. Это технически можно реализовать, ну поэтому друзья, мы действительно как бы это будем реализовывать. Больше на вебинарах мы эту тему будем затрагивать, ну наверное вот с освещения вот то, что сделал Quantum, опять же кто не понял, на ракете была запущена первая нота на одной ракете. То есть представьте насколько это неэффективно. это даже не производительность одной лошадиной повозки, это намного хуже, потому что таких нот нужно огромное количество. И с учетом того, что общепланетарное транспортное средство может все-таки выводить в ближний космос 10 миллионов тонн за один рейс, то это говорит о том, что сразу экосистему подобную можно будет выстроить с помощью технологии общепланетарного транспортного средства на основе разработок инженера Юницкого. И это, друзья, что-то мне подсказывает, поддержит те люди, у которых даже тысячи биткоинов, хоть полторы тысячи биткоинов, потому что это их мир, это их жизнь и то, что делает их мир, их жизнь лучше, естественно, обычно человек поддерживает. Это еще стратегия будет применена при популяризации платформы. Тот, кто пообщается, я знаю, что сейчас несмотря на то, что это является одной из причин, почему именно в публичном освещении мы прекращаем что-то говорить про платформу, будет только на специализированных вебинарах и обучении, потому что некоторые люди почему-то начали расфокусироваться и чего-то там ожидать, ну, друзья, это то же самое, что ожидать, что будет создано как-то писать, имейлы отправлять, что будет создана в любом случае новая модель либо телефона, либо автомобиля и советовать разработчикам. То есть тут никак абсолютно не повлиять, друзья, и нужно сосредоточиться именно на основной цели, это финансирование проекта Skyway, потому что сейчас это в 2018 году является наиболее важным, потому что сейчас в рамках четырех лет мы действительно проходим уже на стадию реализации адресных проектов. Договора, соглашения подписаны, но сейчас также и компании, правительства, которые планируют реализовывать адресные проекты. Опять же, более чем много конкретики, то есть Индия, это штат Джархан, штат Тхармсала, это то, что я сказал в начале своего вещания, то есть штат Махарадшра, это концепция логики именно золотых деревень, это концепция связки островов, также Индонезия естественно, также Австралия, также различные страны, как именно на территории азиатского пространства, было начато в прошлом году взаимодействие именно со странами Латинской Америки, и друзья, это действительно формирование сети адресных проектов, но без того плацдарма, который сейчас мы с вами не создали бы без реализации именно посредством краудинвестинга, посредством народного финансирования проекта, ничего бы абсолютно не было бы. И, друзья, я думаю, что абсолютно не для кого не секрет, что если сейчас мы темпы сбавим как-то, то, соответственно, затормаживание, демонстрации, решений как вот таких как Unicond, посмотрите бизнес-план, вот тут, кстати, пишут мне бизнес-план, про бизнес-план, посмотрите, есть ли там Unicond или нет, а он делается. Если, допустим, газовой дрон, который был уже спроектированным Unitsky, я не в курсе сейчас он как бы создается уже в реальности или нет, но это действительно как бы инновационная разработка, которую все ожидают, потому что не только с помощью вертолетов нужно встроить в труднодоступных местах, в горной местности, в болотах и так далее, в джунглях, а он делается. Планировалась ли сервисная линия, SkyService концепция, планировался ли Unibike вообще, друзья, а действительно вот это максимальная оптимизация и Анатолий Эдуардович успевает за тот объем финансирования, которого, наверное, никогда не будет достаточно, с учетом того, что Анатолий Эдуардович уже на многие года непосредственно уже в реализации транспортного средства. То есть, мы уже опаздываем, друзья. И если кто-то говорит про бизнес-план, ну, посмотрите, посмотрите, что сколько сейчас направлений было создано, сколько оптимизации производства было создано. А сейское хозяйство, друзья, когда я общаюсь с сотрудниками ЗАО Струнные Технологии, то они действительно как бы радуются, что получают уже продукты с Эко Технопарка и продукты, выращенные на нашем Гумусе. Это отработка технологии, отработка инновации, которая коренным образом изменит все мировое хозяйство. И друзья, действительно, можно будет восстановить плодородный слой почвы и пустыни сделать настоящими оазисами. Это интересует арабский мир, это интересует естественно те территории, где уже убиты просто почвы. И это действительно огромный рынок, которого сейчас нет. спрогнозировать его опять же невозможно, друзья. То есть сколько направлений действительно делается и сделано с максимальной оптимизацией расходов уже за это время. И многие задают вопрос про смену этапа. По смене этапа, ну, как обычно это будет сказано за примерно 2 недели, 2-3 недели. Все об этом узнают. Смена этапа, я думаю, что идет, но об этом удостоверит нас только головная компания, друзья. И никаких тут каких-то суждений и мыслей, домыслов, что не меняется этап, что недофинансирование, друзья, их не может быть. Потому что действительно сколько делается того, что не было запланировано и сейчас что еще реализовывать на экотехнопарке в городской пассажирской трассе Выско-скоростной трассе, которая именно в первом приближении была построена на территории экотехнопарка. Сейчас реализуется уже грузовая трасса, друзья, если кто-то этого не замечает, если кто-то не смотрит боевой листок, ну, собственно, бог вам судья. То есть единственная просьба это не распространяйте какую-то дезинформацию, что чего-то не делается. Я рекомендую всем пользоваться так называемым боевым леском, который всегда обновляется после каждого вебинара и все новости, все ключевые моменты развития проекта Skyway там освещаются на основе вебинаров, которые мы проводим с Сергеем Анатольевичем и это действительно очень мощный инструмент. Также обновляется презентация по строительству, потому что многие спрашивали и я думаю, что в ближайшем будущем мы также обновим основные вехи, а что же все-таки было сделано с самого главного за эти, я не побоюсь этого слова, уже года и что несколько месяцев, месяц, неделю назад было сделано в проекте Skyway. Все также смогут с ссылками об этом ознакомиться и если есть информация непосредственно на других языках, то естественно это будет освещено и на других языках. Ну вот таким образом, дорогие друзья, я по-прежнему не могу рассказывать, раскрывать информацию, которую я знаю по адресным проектам, но которая является закрытой к разглашению, потому что тут действительно гриф секретности, обо всем вы узнаете, ну и я и Сергей Анатольевич тоже многих вещей просто не знаем, но мы узнаем уже непосредственно из новостей головной компании и сейчас я могу повторить, друзья, покупайте, пока есть возможность и термин английский, который мне очень нравится, я его из крипто направления взял, из крипто трейдинга и так далее, buy the dip, вот сейчас самый dip, который можно себе представить, потому что насколько быстро будут закрываться этапы, уже когда пойдут первые транши, уже когда просто, наверное, каждый день будет приезжать делегация, сейчас каждую неделю приезжают делегации, то в будущем каждый день будет приезжать делегация, можно и не успеть на смену 13-го этапа, 14-го этапа, это может произойти очень быстро, и я, друзья, об этом буду повторять, потому что сейчас действительно та возможность, которая в будущем уже может не быть. Ну и для тех, кто подошел, я даю еще один анонс предстоящих телемостов с переводом, естественно, будет все в записи по Африке, по Вьетнаму, по Индонезии, по Франции, мы могли бы съездить на разведку, на окучивание в эти страны и провести конференции, но, друзья, максимальная эффективность, максимальная оптимизация, вот, кредо по жизни вообще технологии Skyway, ну а в этом месяце это также основная веха и стратегия именно Skyway Capital. Просто так на конференции на 50-60 человек мы ездить не будем, друзья, то есть мы будем готовить почву, готовить маркетинговые инструменты и приезжать уже на большое количество людей, потому что времени нет, все нужно было уже вчера. Ну а сейчас, друзья, если есть у кого-то вопросы, то, пожалуйста, если кто-то считает, что я новости никакие не дал, хотя у меня прямо передо мной список тезисов, я считаю, что некоторые новости я все-таки протранслировал, то задайте вопросы и я с удовольствием на них отвечу. Друзья, новости про крипту я сказал, друзья, что это будет на специализированных вебинарах. Вкратце, то, что я говорил на телемосте, мы взяли очень мощного специалиста, целая компания, но специалист идеологически подходит именно о том, понял, что такое Skyway, какая сеть реализуется, что это следующее несколько за интернет, как обычно в логике стартапа, как обычно с максимальной оптимизацией по закупу, но в команду присоединился человек, который делает дизайн интерфейсы для таких компаний, как Panasonic, Sony. Друзья, вот Валерий 72, как вы считаете, каждое испытание нужно показывать, то есть нужно снова показывать, что проехал юнибайк или рекордную скорость нужно 200 км в час уже на 800 метров, это невозможно по сути, и испытания проводятся, и сертификация была проведена, друзья, и испытания проводились как раз для этого. Вот смотрите, очень интересный вопрос по поводу открытия собственного банка, вот такие шаги, они очень ответственны, очень серьезны, но первые, так скажем, ласточки в этом направлении, это направление традиционной финансовой индустрии, альтернативной финансовой индустрии, это блокчейн направление, это то, что нам дали полный зеленый свет топ-менеджмент компании РБК Мани, а это достаточно мощная компания. Как получить Гумус? Я думаю, что Гумус вам сейчас вряд ли поможет, но его можно будет получить через тот же SkyService, когда будет уже реализована сеть SkyWay. так что друзья, те, кто устали, те, кто может хочет передохнуть, и не дай бог, конечно, это дело каждого и право каждого, потому что у нас свободная страна SkyWay, заняться какими-то другими вещами, вы можете осознать, что пробежали некий спринт, но те марафонцы, которые бегут сейчас с нами со всеми и действительно рвут и меч развивая проект SkyWay, друзья, я хочу пожать руку всем, кто присоединился с 2014 года, потому что 2018 год уже в принципе за январь произошло столько новостей и возможно инвесторы стали разбалованными, что подавая побольше новостей нужно больше хлеба зрелищ а хлеб зрелищ сейчас в большинстве своем закрытой информации до проект умного дома друзья очень интересная концепция я сам хотел бы потому что жена меня спрашивает и есть такое желание в будущем жить обязательно в своем доме панатолий эдуардович также не инженером только не только генеральным конструктором не только председателем именно правления зао струнные технологии но и простым фермером и на территории экотехнопарка происходит исследование ну если говорить про территорию если говорить про концепцию умного города то друзья даже вот то что ранее мы говорили что будут как-то канализация подведена все это пойдет в почву даже вот тогда это уже устаревшая информация потому что все будет расщепляться теми микроорганизмами которые уже испытываются то есть именно вот такая вот инженерия биоинженерия создание новых именно как сказать новых комплексов возможно именно агрокомплексов которые позволят создавать гумус это не менее мощное серьезное направление чем и создание инженерной технологии и это охватывает проект Skyway и это все наше с вами друзья также и благосостояние и счастливое будущее так друзья по дисконту 1 к 600 я еще раз сброшу по изменениям в лояльности обязательно прочитайте с 1 марта будет аннулирована возможность взять продлить рассрочку этой возможности больше не будет пока такая информация ну что ж друзья для кого-то данный вебинар показался потоком сознания для кого-то это действительно как бы выцепили для себя 3-4 а может быть 5 новостей потому что я думаю что те аналогии с Илоном маском с его туннелями и Sky Service аналогии с запуском квантума первых нод и все-таки концепции реализации целой программы по запуску нод как потенциально как возможный рынок уже общепланет общепланетарным транспортным средством это позволит тем людям которые еще не услышали о проекте SkyWay может находиться в блокчейн сообществе может следят и являются технологическими гиками и фанатами гиперлупа Илона Маска донести все-таки что вот она технология рождается перед вами она уже продемонстрирована она уже даже в некоторых странах сертифицирована и сейчас уже начинается бурное шествие начала адресных проектов сети адресных проектов по всей планете строй SkyWay спасай планету друзья и дай дорогу мир Транснету мы объединяем мир счастливо Rock северсных северсных м северсных